Так, три задания аж я выполнил. Загрузить. Так, что там было? Сюжет. А, это еще на корабле. Там где-то в каких-то золах остановился. Там какие-то конструкции или еще какие-то комплектации, что-то такое было. Ну, вроде как, видел я на ютубе, что там тоже меняются виды войск. То же самое, как у зергов. Мутации, эволюции и так далее. Тут также меняются, то есть комплектация вот эта меняется. Вот. Так, панель с бабой под базарем сначала. Что там бегает? Из-за этого дара нас погрузили в стазис, чтобы мы могли прийти на помощь своему народу в будущем, в час великой нужды. Твои сестры находились на борту других ковчегов? Значит, они... Слились с Кхалой. Погибли, когда зерги напали на Айор. Я знаю. Я чувствую эту трагедию намного сильнее, чем ты можешь себе представить. На тебя возложена тяжелая ноша, Рахана. Такова моя судьба. Судьба, которую предвидели создатели этого корабля. Положись на их мудрости, Иерарх. Я буду служить своей цели так же, как ты служишь своей. Ну-ка. Панель комплектации позволяет тебе выбрать войска, доступные благодаря открытым нами технологиям протосов. Вначале выбери тип войск. Так. Близнего. Теперь выбери один из двух типов войск, который ты хочешь использовать в грядущих битвах. Да ну нафиг. При необходимости в дальнейшем можно будет изменить свой выбор. Тебя ждет множество битв, Иерарх. Выбери один из типов войск и приведи его к победе. Так, а как... Как понять, что оно делает? Ну-ка. Я здесь, среди теней. Так, способный сталкера. Скачок восстанавливает сорок единиц щита в течение пяти секунд после активации. Нифига себе. Так, скачок это нормальная тема, да? Я вернулся. А это че? Наносит наземным и воздушным большой урон с низкой скоростью атаки. Увеличивает запас прочности, но понижает скорость передвижения. Да не, не знаю, вот эти кольфовы. Я здесь, среди теней. Пускай такой будет. Блин. Так, а здесь? Вихрь. Мы клинки Айура. Так, 10. Время восстановления совершает рывок. Атакует ее. Скорость передвижения увеличена. Вихрь. Десятка. Время восстановления наносит всем находящимся рядом с наземным лицем противника 10 урона в секунду. В течение трех секунд. Круто. А Центрюон еще. Темные стражи ждут. Ну-ка. Натиск. Совершает рывок. Так, это то же самое, что рывок. Просто немножко по-другому называется. И теневая хватка. Оглушает. Тут выбранную наземную боевую единицу. И других противников рядом с ней на две с половиной. Мы клинки Айура. Пускай будет этот зевод. А это еще не открыто, не еще. Прикольно. Интересно, сколько тут. Выск травм. Нафигаси. Ну и все тогда. Мостик. Ну и задание получается здесь. Архал на Кархалию. У нас проблемы с небесным щитом, старина. Если его не починить, Августград исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают мебиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться. Так, вот это, что это? Просто картинки. Мы погнали. Ух ты. Прикольно выглядит. Выполняя дополнительные задачи, вы получите больше салорита, который затем можно использовать в солнечном ядре. Что за салорит, я не в курсе. Топливо или что. Надо будет выполнять, узнавать, что это такое. Плохи дела. Небесный щит долго не продержится. Если так пойдет и дальше, где-то через 10 минут, вся платформа рухнет на нашу столицу. Ты был прав, командир. Пока мы беседуем, корпус мебиуса выводит из строя атмосферные стабилизаторы. Иерарх, их еще можно отремонтировать. Ага, если после корпуса мебиуса, вообще останется что ремонтировать. Артанис, если ты можешь помочь нам справиться с этим отрядом, мои ребята в два счета подлатают стабилизаторы. Так мы выиграем немного времени. Надо действовать быстро. Чтобы остановить падение, потребуется мощность всех пяти стабилизаторов. База. Орен шейс аут. Мы у центрального стабилизатора. Уничтожив силы противника рядом с ним, мы получим плацтарм для дальнейшего наступления. Так, погоди, это что, время, что ли? Десять минут дается. Десять минут дается. Продолжение следует... Мы возродимся в крови и огне! Сюда движется отряд корпуса Мёбируса. Гаракс, задействуй системы вооружения Копья Адура. Система бомбардировки готова к работе. Приготовьтесь к орбитальному удару. Ух ты, ух ты! Иерарх, теперь ты можешь нанести орбитальный удар с помощью панели команд, Копья Адуна. Копья Адуна. Копья Адуна. Копья Адуна. Копья Адуна. Продолжение следует... Нужно построить больше пилонов. Они дают нам припасы для обучения новых воинов. Я засек впереди электромагнитное оружие. Пульсация, исходящая от этого устройства, постепенно повреждает наши щиты. По возможности его надо уничтожить. Выполняя дополнительные задачи, в будущем ты поможешь мне увеличить мощь копья Адуна. Продолжение следует... 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 Я здесь, среди теней Будь по-твоему Ради возмездия Я не буду служить тебе вечно Мы обещаемся тени Вирар, если в ближайшее время не починить небесный щит Его падение остановить не удастся Противосвистим Очень разумно Ради возмездия Тварь Тварь Все мои навыки пригодятся тебе Оценка ресурса прочности обновлена Отлично Ремонтная бригада уже в пути Будьте на чеку Похоже, корпус Мебиуса решил укрепить оборону стабилизаторов Готовьтесь встретить серьезное сопротивление Мои предположения оправдались Эти соларитовые реакторы можно использовать Чтобы увеличить отдачу энергии солнечного ядра Я вижу на этой платформе еще два подобных устройства Разыщи их, если будет возможность Мы обретем славу на воле боя Враг познает нашу ярость Враг познает нашу ярость Хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Корпус Мебиуса занял выгодную позицию Но с помощью орбитального удара Мы можем ослабить их оборону Я здесь База атакована Я здесь Среди теней Жалость Эти стабилизатор свободен от врагов Понял, приступаем к ремонту Похоже, Мебиусы здорово разозлились, друг Стабилизаторы теперь охраняет куча народа Прежде чем ввязываться в драку Собери достаточно войск Враг познает нашу ярость База атакована Мебиус Я здесь Среди теней Ради вас вместе Враг познает нашу ярость. Враг познает нашу ярость. Противозьми мои навыки. Мы обретем славу на поле моря. Последний саларитовый реактор уже на пути к кораблю. Я как можно быстрее приступлю к установке. Оценка ресурса прочности обновлена. Под контролем противника остался лишь один стабилизатор. Мы должны спешить. Задал ты им жару, Ортанис. Рейдеры, обеспечьте прикрытие. Рейдеры, обеспечьте прикрытие. Враг познает нашу ярость. Враг познает нашу ярость. Я готов служить тебе вечно. Во! Друг Рейнар, небесный щит стабилизирован. Корпус Мебиуса отступает. Дальше контроль над станцией будет осуществлять адмирал Хорнер. Должен признать за мной солидный должок, партнер. Так, а что тут надо было? Не допустите, чтобы до падения платформы в задании осталось меньше четвертых метров. Ну, ничего страшного. Один орбитальный удар, две потери нормальные. Твои ребята славно постарались, Ортанис. Небесный щит снова в строю. Начинаем высадку. Мы присоединимся к вам на поверхности и заберем ключ. Плохие новости. Похоже, у наших друзей был тот же план. Пока мы сражались, на Императорский дворец напали. Охранные системы показывают, что ключ был украден. Как говорила мама, из огня да в полыня. Я не вполне понимаю, как это может помочь друг Рейнар. Я тоже. Погоди, разведчики докладывают. Солдаты корпуса Мебиуса двигаются к порту Беннета. Ключ у них. Они не должны уйти. Мирарс, тебе нужно посетить солнечное ядро. Зайди туда как можно скорее. Вначале мы позырим, что у нас значит коммуникатор. Все плохо, Артанис. Там внизу гора трупов. Нужно показать этим ублюдкам. Как эти тираны стали невольниками Омуна? Они служили в секретных подразделениях. Отвечали за охрану исследовательского комплекса доктора Наруда. После того, как Валериан пришел к власти, связь с фондом Мебиуса была утрачена. Их последние сообщения были бессвязными, безумными. А затем начались нападения. Омун превратил их в своих рабов. В свою армию. Они опасны. Но это лишь начало грядущей войны. Мне всегда нравился твой оптимизм. Корпус Мебиуса вместе с артефактом направляется в порт Беннета. Их надо остановить, пока они не сбежали. Бессмертный. Штурмовый робот, все понятно. 15 саларий, да. А я сколько заработал? Надо сейчас посмотреть. Так. Так, ну это я смотрел, что он светится. Ладно. Совет. Мне-то все говорить хочет. Ну-ка. Напоминаю, что наш священный закон Де Улл запрещает нам вмешиваться в судьбу низших существ. Если только на карте не стоит судьба империи, меня озадачивает твое желание помочь тиранам. Почему ты считаешь их низшими существами, Рахама? Я убеждена в этом. Посмотри на них. Простые, примитивные. Они даже общаются посредством отверстий, ртов. Многие, да и я сам когда-то считали так же, как ты. Но они способны на благородные поступки. Однажды ты это поймешь. Тут ничего нового не появилось. Так пускай и остается. Ну солнечное ядро тогда. Солнечное ядро. Впечатляющее зрелище. Рукотворная звезда. Что же ушло на ее создание? Ядро снабжает энергией копью Адуна и все его системы. А его свет летает наших воинов. Сколько займет активация его тактических систем? Анализ систем уже идет. Но звезда дремала много веков. Для ее восстановления нужно время. И мощный катализатор реакции вроде Солорита. Солорит? Перворожденные не используют его уже тысячи лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его в ход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Сделай все, что в твоих силах. Мы достанем необходимое. Отлично. Можно приступить к настройке ядра в любой момент. Иерарх, выбери солнечное ядро, чтобы увидеть доступные возможности. А ты что хочешь сказать? Ты выглядишь по-новому, фазовый кузнец. Ах, видимо, ты о моих механических руках. Я сконструировал их, чтобы эффективнее работать с солнечным ядром. Они мне очень пригодились. Здесь можно увидеть, какие системы вооружения и поддержки используются на копье Адуна. В рамках каждой системы единовременно можно использовать только одну активную способность. Ты можешь менять способности в зависимости от тактических и боевых задач, Иерарх. Тут отображается доступное в данный момент количество соларита. Остатки соларита можно пустить на поддержку вспомогательных систем. Можешь приступать к распределению соларита. Слушай, ну интересно. Это так все прокачать, а потом остатки куда-то закидывать. Или их... Прикольно. Так. Что у нас есть? Значит, у нас... Сначала пилон появился. У него есть КД. Вызывает пилон в здравую тему. Ускорение времени. Уличит скорость вызова в войск. Исследования технологии в 10 раз на 20 секунд. Вот это неплохо. Так, а здесь... Подкрепление. Пилон. Два бойца ближнего боя, два бойца дальнего. В любой видимой точке карты. Прикольное подкрепление. Но это типа как... Это покруче пилона будет вот этого. Это уже сразу с подкреплением. Еще бы зонт вызывал. Орбитальный удар. Здравая тема. 5 лазерных выстрелов с орбиты. Каждый из которых по 50 иди с урона по области. И стоп бронированный. Неплохо. Герои замедляют. Пускай их удар пока будет. Солнечное копье. Поражает указанную область. Мощным лазерными лучами. Выпускать три луча. Каждый из которых наносит 200 урона. Неплохо тоже. А герои это против героев каких-то надо использовать. Нам дальше пока неизвестно. Ладно. Пускай так и будет. И потом уже буду вторую. Следующую миссию точнее делать. Вторую. Солнечное копье. Более ярые, respectively. Дополненный удар. Почему стоп бронированный респрессор? Утрей elkaar на такожии? Ну可能.